на стенде компании система системы автономной энергии и здесь у нас обалденный экспонат это тяговая батарея для электромобиля вас для для лада ларвич да кстати обратите внимание что он сделан не так как сделаны все батареи для для современных электромобилей здесь же мы видим форм-фактор под бензобак добрый день меня зовут филатр денис компания системы автономной энергии моя должность заместитель генерального директора по проектной деятельности наше основное направление это тягу аккумуляторной батареи для электротранспорта частности троллейбус электробусы электромобили в данном случае это аккумуляторная батарея для автомобиля лада ларгус кстати она сейчас называется просто электро ларгус в частности вот компоновочная батарея для версии фургон батарея полностью повторяет бензобак бензиновой версии и устанавливается на место бензобака данная батарея 46 киловатт часов напряжением 400 вольт масса 291 килограмм а чем будет отличаться от версии которые для фургона для пассажира там будет версия на 10 киловатт часов больше в этом же объеме нет там дополнительная небольшая батарея под капот устанавливается так то есть для пассажирской версии плюс небольшой так денис расскажи про технические моменты я просто смотрю ну ладно это понятно это высоковольтый разъем да это ручной размыкатель а вот здесь вот у нас что здесь значит подача системы охлаждения то есть жидкостной подогрева жидкостной да и силовые разъемы denis вопрос который важен для любого электромобиля я понимаю жидкостное охлаждение но охлаждение нужно в моменте когда допустим автомобиль заряжается на быстрой зарядки тяговой батарея нагревается а если зима если подогрев да это и охлаждение и подогрев одновременно тоже жидкостной зимой в том числе будет жидкостный подогрев для того чтобы на морозе батарея работала чувствую себя комфортно подогрев идет от с под капотом да так понимаю тены стоят специальный нагреватель стоит я к сожалению не подскажу то есть это считаем что это система активной терморегуляции когда нужно охлаждение когда нужно подогрева а следующая тяговая батарея это батарея для троллейбуса электробуса то есть она специальный форм-фактор она во всю ширину крыши располагается крышный вариант на это крышевой вариант то есть есть также версия без вот так скажем этого выступа то есть в этом выступе находится система коммутации управления то есть есть возможность сделать батарею полностью плоскую а коммутацию выносить наружный блок какой-то для того чтобы возможно было компоновать на крыше их друг на другом что мы здесь видим вот эти разъемы это тоже это тоже система охлаждения здесь про состоят быстросъемные соединения без капельного типа то есть есть возможность например отключить и снять батарею не сливая охлаждающую жидкость достаточно просто открыть отщелкнуть шланг и там он перекрывается и сразу перекрывается клапаном соответственно и с этой внешней стороны и здесь она там нет там тоже стоят быстросъемы но они не без капельного типа то есть там в данном случае необходимо будет слив жидкости производить помимо батареи мы еще занимаемся силовой электроникой наше новое направление это преобразователь собственных нужд то есть от высоковольтки преобразование энергии по стоянку 28 вольт здесь тяговый инвертор и преобразователь частоты для компрессоров там управление мотором гидроусилителя руля электрического и соответственно вот новая наша линейка мы можем полностью поставлять комплексно полноценное решение для троллейбуса электробуса то есть то будет батарея связки с мотором инвертором преобразователь напряжения преобразователь частоты так денис